Глава Свердловской области Евгений Куевышев дал старт первой академической смене в Уральском образовательном центре «Золотое сечение», призванном выявлять и поддерживать талантливую молодежь. Школьники, участвующие в ней, пройдут подготовку по четырем перспективным направлениям – наука, спорт, искусство и народные промыслы. Напомним, «Золотое сечение» стало первым в стране региональным центром поддержки талантливой молодежи, работающим по методике федерального «Сириуса» – центра, открытого в Сочи при активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В декабре прошлого года Евгений Куевышев и Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех», который является учредителем «Сириуса», подписали соглашение о сотрудничестве, заложив основу для создания Свердловского центра поддержки талантов. Проект реализуется при поддержке научного и предпринимательского сообщества. Ребята, получившие путевку на первую смену «Золотого сечения», смогли в неформальной обстановке пообщаться с главой Свердловской области и рассказать Евгению Куевышеву о первых впечатлениях от организации учебного процесса. Школьники, а глава региона пообщался с юными хоккеистами и художниками, довольны условиями проживания. Сообщили, что кормят их хорошо, а заниматься им интересно. Кроме того, центр дарит своим воспитанникам новое знакомство. Евгений Куевышев побывал в созданной для ребят библиотеке, а также оставил автограф на одном из подносов, росписью которых занимаются школьники, обучающиеся по направлению народные промыслы. Мало того, отыскать талант. Нужно его сделать так, чтобы он правильно раскрылся. И ни одна почва никогда не даст хороших плодов, если его не возделывают, не поливают. Так вот, центр «Золотое сечение» – это как раз та самая почва, которая сегодня создана и будет работать долго и долго по раскрытию наших талант. По словам Евгения Куевышева, сегодня Свердловская область выходит на новый этап своего развития. При разработке программы «Пятилетка развития» ставилась цель – вывести наш регион в первую тройку российских лидеров, добиться качественного роста в экономике и социальной сфере, качестве жизни людей. Самый главный ключевой проект этой программы – развитие человеческого капитала. Именно этим развитием человеческого капитала, формированием новой интеллектуальной творческой элиты региона, будет заниматься центр «Золотое сечение». Мы вместе с коллегами, с нашими промышленными предприятиями выбираем место по строительству нового здания, совершенно одного и идентичного, приспособленного именно под размещение в нем центра по поиску и раскрытию талантов. Но сегодня здесь мы посмотрели условия, в которых живут ребята, в которых они будут учиться, учатся. И, конечно же, самое главное – сохранение командного духа, который сегодня здесь, демонстрирует ребятам на своих презентациях. Всего на августовскую академическую смену приглашены 196 человек. Занятия по каждому из направлений будут проходить на площадках, располагающих всем необходимым оборудованием и инфраструктурой. Напомним, что основными задачами Уральского образовательного центра «Золотое сечение» являются выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. Среди артемовских ребят достаточно по-настоящему талантливых личностей. И появление в нашем регионе подобного центра – важный стимул к развитию своих способностей и стремлению добиваться новых высот в своей деятельности. Далеко не каждый муниципалитет может похвастаться тем, что в нем одновременно работают детские школы искусств, художественная и спортивная школа. Но в Артемовском городском округе созданы необходимые условия для развития талантов. Однако открытие регионального центра по такой деятельности – дополнительная возможность проявить себя нашим ребятам.